Это прямой эфир из Москвы. Шоу Москва Онлайн. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы на радио Вышка, и это шоу Москва Онлайн. С вами Анна Журавлёва и Соня Дрейдсон. Это я. Сегодня у нас в гостях интереснейший гость. Выпускник биофака МГУ, биолог и владелец собственной оранжереи Александр Шулаков. Саша, привет. Привет. Всем привет, друзья. Саша, первый вопрос, который хочется тебе задать, конечно, связан с твоей оранжереей. Расскажи, пожалуйста, нам о ней поподробнее. Насколько мне известно, ты выращиваешь не просто цветы и растения, а какие-то уникальные, совершенно редчайшие экспонаты. Есть такое дело, друзья. У меня в основном коллекция орхидей, кактусов, ароидных и даже живых камней. Кого-кого-кого-кого между кактусами и камнями кто был? Ароидные. А кто это? Ну, например, калы есть такие. А, такие белые. Да, 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 это вот они. Это они, но у меня в основном куда более редкие. Очень интересно. А как вообще у тебя родилась эта идея организовать, выращивать такие редкие уникальные растения? К растениям я неравнодушен с детства. Да, вот, и моя коллекция, она уже больше 20 лет существует, и прошла путь от маленького подоконника в однушке без балкона до, собственно, оранжереи. Когда я переехал из Москвы, построил свой дом, то прямо в саду, который еще мой прадед сажал, я и сделал оранжерею и перевез туда, собственно, все. История целая, целая история. Как раз хотелось спросить, не в Москве оранжерея? В Подмосковье. Интересно. А как вообще? Сложно было начинать? Это все как-то по почте ты заказывал, все эти редкие растения? Или сам скрещивал? С мир по нитке голому рубаху, потому что реально, если что-то редкое, то его достать трудно. Даже не в плане денег, а в плане, потому что негде достать. Некоторые растения, за некоторыми растениями я охотился, что называется, годами там на разных аукционах. Мне кажется, как эти самые, как какие-нибудь антиквары, которые караулят. Интересно. А какой самая вот такая, самая запомнившаяся охота на растения была у тебя? Ну, наверное, на... Если было. Было, было, просто я сейчас время вспоминаю, наверное, года два или три охотился за одним растением. Вот, просто по аукционам, по интернет-магазинам у коллекционеров спрашивал, но в итоге добыл. А существует среди владельцев РНЖ или среди биологов какая-нибудь растительная мафия? Мафия в каком смысле? Ну, там, не знаю, перекупщики накручивают цены или, наоборот, демпингуют, сбивают, там, конкуренция, вот это все. Ну, как обычно это бывает? Ну, как, и в огромном количестве по всему миру. Ого! А у меня еще вопрос по поводу редкости. Вот я обычный человек, обыватель, хожу в аптекарский огород в Москве и вижу там всякие кактусы, орхиды, и все прекрасно, замечательно. Потом я захожу к тебе, там, на канал, там, ВКонтакте, смотрю фотографии твоих растений, и я понимаю, что я там такого не видела. У меня вопрос, как бы, ну, получается, у тебя есть что-то более ценное, редко уникальное, чем даже, там, в аптекарском огороде, это ботанический сад МГУ? Ну, я правильно понимаю? Ну, скажу по секрету, действительно есть, и некоторые растения в моей коллекции, они, ну, по сути, в России только у меня встречаются, именно поэтому я с ботаническими садами веду обмены с аптекарским огородом и с главным ботаническим садом Российской Академии Наук. Мы поддерживаем контакты, дружим, можно сказать. Я продолжу серию камерных вопросов. А бывали ли случаи, когда у тебя что-то пропадало? Воровали? Прям воровали? Нет, нет, слава богу, такого не было. Это отлично. Ну, как говорится, пусть попробуют. Мы посмотрим на то, как они бежать будут. Да, это точно. А пока мы с вами немножечко приостановимся на замечательную музыку и продолжим наш разговор после крутого трека. Это шоу Москва Онлайн, все верно. В студии я, Соня Дрейцен. Аня Журавлева. И сегодня мы беседуем с биологом, выпускником биофака МГУ и просто очень интересным человеком Александром Шулаковым. Привет. Всем привет, друзья. Расскажи, пожалуйста, такой вопрос у меня. Ну, опять, у меня сегодня вечер камерных вопросов. Немножечко с подковыркой. У нас нет добрый полицейский и злой полицейский. Да, обожаю эту роль. Судя по тому, что у тебя своя оранжерея, проблем с подарком, особенно для девушек, у тебя нет. Часто ли ты даришь свои растения? В том-то и дело, что куда круче дарить не растения, потому что к растениям, к цветам все девушки привычные. И вы это лучше меня знаете. А куда круче дарить то, что из этих растений сделано. Например, я заливаю те цветки орхидеи, которые выращиваю в своей оранжереи, в эпоксидную смолу. Причем довольно необычной, интересной формы. Это можно посмотреть даже в моей группе во Вконтакте. И в итоге получается, что какой-нибудь букет он завянет через неделю, а эта штука, она вечная. И причем еще и объемная. Это здорово, очень красиво. Интересное хобби, да. А какие еще у тебя хобби есть? Хобби? Учись играть на гитаре, танцы, хасл, бачата, путешествия обожаю просто. Много где уже побывал? Ну, хотелось бы больше. Но самое дальнее это Борнео, Южная Африка. В новом свете ни разу не был, к сожалению. Ну, может быть, еще удастся все-таки на нашем веку. А привозил что-нибудь, какие-нибудь растения из путешествий? Когда можно было, привозил. То есть здесь дело в именно таможенных ограничениях. Если они позволяют, то привозил с большим удовольствием. Особенно если это поездки по России. И, соответственно, самое главное, чтобы растения, они не были редкими именно в природе. То есть если ты что-то в природе берешь, то без вреда для популяции. Да, чтобы не выкапывать краснокнижные растения, которые в единственном экземпляре. А как это технически? То есть ты с кулечком земли? Что-то с кулечком, что-то с черенками. Все зависит от того, какое именно растение. Что-то с семенами. Слушай, ну столько увлечений у тебя. Время-то как на все это находишь? С трудом. Понятно. Как и все мы. Как и все. Слушайте, ну я все-таки вернусь еще раз к растениям. Я начинающий садовод, так скажем, я выращиваю растения у себя на балконе, в нише из-под кондиционера. И поэтому у меня... У Саши тоже все так начиналось. Да, 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 я слышу. Саши без балкона. Мы как раз об этом поговорили, да. Поэтому у меня вот некоторые вопросы для меня остались еще не раскрытыми. Вот, например, я видела у тебя в ВКонтакте и на твоем канале, что ты выращиваешь венерин башмачок, а он ядовитый. И вообще, насколько безопасно выращивать такие ядовитые растения у тебя? Вообще, кстати, к слову о венерином башмачке, это, пожалуй, самые эффектные орхидеи, которые можно выращивать в саду безо всякого укрытия. А насчет безопасности, ну, здесь дело подхода. Кто-то аккуратно выращивает все, у нас большинство растений на подоконниках ядовитые. А кто-то живет по принципу, что, мол, ребенок съел из миски кота, это проблема кота. Ну что ж, давайте мы пока в безопасности послушаем крутой трек и вернемся через пару минут. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Все верно, вы слушаете Москва Онлайн. С вами сегодня Анна Журавлева, моя прекрасная соведущая Соня Дрейдсон. Это я. И сегодня у нас в гостях замечательнейший человек Александр Шулаков. Это биолог, владелец оранжерея и просто очень приятный человек. Всем добрый вечер. Еще раз. Да, Саша, что хотела у тебя еще спросить. Я тщательнейшим образом изучила твой YouTube-канал, изучила твой контакт, увидела много красивых фотографий и цветов, которые ты выращиваешь. И многие из них поражают, во-первых, своей невероятной красотой. И кажется, что это не земные растения, а растения из каких-то других планет. И своими дичайшими названиями, что-то вроде офрец, шмелицветковая, что-то подобное. Вот скажи мне, с каким чувством после того, как ты выращиваешь такую красоту, разнообразие, ты заходишь в обычный цветочный магазин, где стоят обычные розы стеной. С удовольствием я туда захожу, потому что все растения, они прекрасные, они разнообразные. И в этом кайф. Вот, кстати, Аня, ты упомянула офрец. Это вообще-то интереснейшее растение, потому что оно цветком своим имитирует самку насекомого. Потому что самцы их действительно путают с самками и пытаются спариться. Вот, даже термин такой есть, псевдоспаривание. Более того, они даже еще и феромоны выделяют. То есть они выглядят... А зачем? Затем, чтобы самец прилетел, и пока пытается спариваться, на него пыльца прилипла. А дальше он к следующему цветку летит и, собственно, опыляет. Бывают растения, которые вообще разогревают свои соцветия до 40 градусов. Вот так представьте себе, это выше, чем температура тела. Какая удивительная природа. Да. И тоже, чтобы наловить опылители, они там их целую ночь держат, пока все свои дела не сделают. И только потом отпускают. Так что растения разнообразные. И в этом их прелесть. Люди примитивные, а растения очень даже нет. Да, 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 точно. А какие-то банальные растения, типа там, не знаю, морковка, картошка. Есть у тебя огородик или только оранжерея? У меня яблоневый сад. Яблоня 70-летний, который еще мой прадед сажал. Ух ты. Так что вполне банальные антоновки есть. А что ты делаешь со всеми этими яблоками? Шарлотку с удовольствием. Класс. Как-нибудь удачу. Огромная гигантская шарлотка. Ведь сад, это же очень много. У меня там, у меня на даче, не знаю, штуки три, наверное, яблоневых деревьев. И все равно спасу нет, когда урожайный год. Да, да, у всех. Слушайте, я вот яблони не выращиваю, но все равно влезу со своим садоводческим интересом. Я, как начинающий садовод, который выращивает у себя в нише для кондиционера цветы, хочу спросить у тебя, конечно, Саша. Начало садового сезона близится. Уже все начинают думать о семенах и растениях. Дай, пожалуйста, какие-нибудь... Рассада. Дай, пожалуйста, какие-нибудь советы нашим. Советы. Вращивайте то, к чему душа лежит. И это самое главное. Только то, что в рамках закона. Само собой. И последний, самый главный вопрос. Как тебя найти и где тебя искать? Меня можно найти в Ютубе. Ютуб-канал «Глазами ботаника» и во Вконтакте. Группа также называется «Глазами ботаника». Пишите, буду рад ответить на ваши вопросы. Да, друзья, подписывайтесь, смотрите, изучайте и просвещайтесь. Оставайтесь с нами. Саш, большое спасибо. Это было очень интересно и очень познавательно. Я человек далекий от земли, но прям мне стало крайне интересно. Спасибо, что пригласили, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok